Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, которые с нами, которые с нами в прямом эфире. Я желаю поделиться словом, предлагаю рассуждение над Словом Божьим. И оно будет как бы продолжением. Андрей сегодня говорил в первой проповеди... Это не из-за этой темы. И он говорил о том, что Бог дает покой. А я назову другое слово. Оно очень красивое. И состояние, которое дает, это тоже в богатстве от Господа. Я взял в основание место Священного Писания, Псалом 70. И мы прочитаем с 1 стиха по 9. Псалом 70, с 1 стиха. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрыться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Боже мой, избавь меня от руки нечестивого и от руки беззаконного и притеснителя. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извлек меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты – твердая моя надежда. Да наполнится уста моей хвалою, чтобы возвещать, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя. Не оставь меня. Я назвал свою проповедь «Ты – твердыня моя и надежда». Надежду только Господь может дать. Здесь, в Псалме 70-м, говорит автор о том, что он на Бога уповал, и он имеет опыт в жизни с Богом, который от рождения его хранил, защитой был, оградой и надеждою. И он верит, что и в старости Ты меня не оставишь, Ты доведешь меня до вечности. Твердая надежда на Господа – это тот, который знал историю народа Израиля, потомков Авраама, тот, который видел будущность. А народ израильский, он имел богатую историю. Я радуюсь, что мы имеем Библию, и когда мы смотрим на историю, она нам дает силы. История народа израильского была прекрасна. Знаете, я прочитал Царство, сейчас читаю книгу «Паралипоминон», и столько историй чудных, когда смотришь на народ израильский, когда они, имея обетование от Бога, что «я благословлю тебя, сохраню тебя, размножу тебя, и ты будешь наследием моим», это обетование вечное, оно не изменилось. Бог не изменился, а вот человек изменялся. И когда человек изменялся, то постигало бедствие. И при царе Иезекии пришел царь Синихерим, ассирийский, и обложил. И там у него был военачальник Рапсак, нечестивый, который говорит Иезекии, пусть не обманывает вас Иезекия Господом, говоря, спасет нас Господь. Он глумился над народом Божьим, и он говорил глумление Богу, поднимая свою голову кверху. Он говорит, посмотрите, народы, которых мы завоевали, спасли ли их Боги, и ваш Бог не спасет. И тогда Иезекия был в страхе. Он пришел к Исаии, и Исаия утвердил его, укрепил его надеждою на Господа. И тогда письмо, которое Рапсак прислал, он принес при лицо Господа в Дом Божий, и он молился и говорил, Господи Божий наш, спаси нас от руки Его. И узнают все цари, царство земли, что ты, Господь, Бог единый. И Господь явил милосердие и могущество. Господь послал утешение. И когда мы читаем 4 книга Царств, 19 глава, я прочитаю 34-35 стихи. Бог говорит, я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось, в ту ночь пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч воинов. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Это было спасение от Бога. Когда царь и все, они пришли пред Богом и говорили, Господи, только Ты наша надежда, только Ты можешь спасти от этого войска страшного нас наследие Твое. И Бог спас, Бог никогда не изменял, но постигало бедствие за беззаконие народа Божьего, за потомков Авраама, Исаака и Иакова. Бог не изменился к народу Своему, и Бог еще явит могущество Своё. Когда мы читаем, это история, когда мы читаем пророчество на будущее, когда мы читаем книгу Иезекииль, и там открывается последнее время, когда вокруг Израиля соберется тьма тем, чтобы с лица земли стереть потомков Авраама. И тогда вновь Бог вступится. Это будет последняя битва и поражение. Она от Господа придет. И надежда у остатка Израиля будет только на Бога Всемогущего. Это будет славное время, страшное, тяжелое время, но славное для остатка Израиля. А вот между этой историей и пророчеством будущего, это время благодати, в которой мы живем. Дорогие друзья, никогда не приходила вам мысль, если бы я жил в то время или в то. Знаете, человеку не дано выбирать время, когда родится, и человеку не дано выбирать родителей, кто его родит. И он должен жить и найти в жизни своей Бога в то время, когда он живет. Мы живем во время благодати. Вот в это время, в этой стране. И это время прекрасное. Это время, которое характеризует Слово Божие апостол Павел в послании к Оринфянам, когда он в 13 главе, в 1 послании поет или описывает песнь о любви Божией, что есть любовь, которую он дает в сердца детей своих. И потом 13 стихом такие слова написаны. «А теперь пребывают сие три – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Господь нам дает веру». Что такое вера? Мы читаем в Слове Божием. Она приходит от слышания Слова Божия. Возрождается вера. И вера, она есть уверенность в невидимом, но которая открывается через Слово. И осуществление ожидаемого. То есть, ожидаемое осуществится, вера закончится. Она умрет? Нет, вера не умрет. Она перейдет в любовь, которая вечно. Это будет встреча с Господом нашим. Надежда. Когда мы читаем Слово Божие, часто вера и надежда как бы вместе идут. Но вера и надежда – разное понятие и состояние. Знаете, короткий такой пример жизни нашей. У меня много друзей. Один друг в юности своей, он рассказывал, когда у него вопрос был избрания спутницы жизни, он молился. Господь открыл, он увидел впереди себя. И у него было состояние, родители привлек в это, молились. И потом с таким трепетом позвонил в тот дом. Папа взял трубку, и он попросил, «А можно с вашей дочкой поговорить?» Он говорит, «Да, пожалуйста». Передал трубку. И он говорит, «Я хотел бы с тобой встретиться. Можно встретиться? Я хочу пригласить тебя в ресторан, на чашечку кофе и немножко познакомиться». Она говорит, «Хорошо». Они встретились. И они, когда сидели, разговаривали, он говорит, «Я хотел тебе предложить дружбу». Она говорит, «Хорошо». И он тогда осмелел, говорит, «А может быть, ты дашь согласие быть моей женой?» Она говорит, «Да». Он достает колечко и подарил ей. Вот когда он звонил, когда приглашал, и еще колечко в карман положил, что у него было в сердце? «Вера?» «Нет». Она ему ничего не говорила. Это была надежда. Надежда. Вдруг она ответит. Она ответила, «Я готова с тобой дружить». А еще надежда, еще один шаг. Я вот тут вот, надежда закончилась. Она умерла? Нет. Она перешла в любовь. Создалась семья, детки, и они живут в любви. Вот это земная надежда. А вот Господь говорит о другой надежде, о вечной надежде. Вера наша созиждется или начинается от слышания Слова Божия. Когда человек слышит Слово Божие, верит, что Бог есть Создатель, Бог своей любви послал Сына Своего, который за нас умер, который невиновный, умер за грех наш, а мы грешные. И когда человек принимает верою, тогда начинает Господь работать Духом Святым и возрождает в Нем осознание греховности своей, святости Иисуса на кресте Голговском. И это жертва. Человек принимает это в молитве покаяния и начинается новая жизнь. И он с этой верой, укрепляется вера, возрастает, живет. Надежда наша созиждется или строится на обетованиях Божьих, обещания Божьи, которые Бог дает. Послание к римлянам, там описывается в 4 главе об Аврааме, который имел обещание, обетование – это обещание, то, что Бог говорит. Он дал ему обетование, обещание, что в тебе родится наследие, и оно будет настолько богатое, больше, чем звезд на небе, и больше, чем песку на береге моря. Он поверил. И здесь написано в 4 главе 18 стихе. Он сверх надежды. Поверил с надеждою. Через что сделался отцом многих народов? По-человечески это невозможно было. Но он поверил с надеждою, сверх надеждой. И он стал отцом не только Израиля, а по вере и нас. И вот далее, в 5 главе послания к римлянам записаны прекрасные слова. Прочитаем их с 1 стиха по 5. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которую веру и получаем мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что о скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда на обетование Божие, которые Он дал, она окрыляет и утверждает. Слово Божие говорит, что со смертью человека нечестивого исчезает всякая надежда. Смерть, она останавливает всякую надежду. Знаете, в нашем родстве, в года прошлые, мамин брат, он в молодости знал о Боге, слышал о Боге, но не последовал путем Христа. А потом грех увлек его, увлек настолько далеко, что он был по-нашему, мы бы сказали, репцентр, а в то время еще не было. Было место, где излечали таких людей от наркотической, алкогольной зависимости. Он этот прошел. Потом еще молодые годы были, у него семья не состоялась, разрушилась. Он купался на озере и утонул. У него были судороги, он не смог выплыть, и смерть. И мы хоронили его. Знаете, надежда закончилась. Одно, знаете, когда было, и мне вручили, я еще неопытный был, ну, помолиться. Господи, вот он знал Слово Божие, знал о Тебе, слышал, не следовало за Тобой. Но вот, когда он тонул, разум работал. Были не минуты, были секунды, мгновения. Может быть, тогда воззвал, как разбойник, даже короче, чем разбойник. Может быть. Это надежда на кого? На Господа. Знаете, даже в тяжелых обстоятельствах, вот мы имеем надежду на Господа. Мы ничем не могли помочь, никто ничего не мог сделать, а Бог мог. Сделали, не знаем, только вечности узнаем. Вот это надежда. У неверующих человека, она исчезает со смертью. А у детей Божьих есть преимущество, потому что мы имеем обетование. Знаете, мы переписываемся, иногда перезваниваемся с сотрудницей, с которой мы там в Киргизии работали, в одном ателье, она была модельером, и они с семьей были у нас, мы с семьей были у них, она была и в церкви, на евангелизацию приглашали, и потом, когда ездили, я посещал ее, они похоронили свекровь, которая жила с ними. Потом прошло время, говорит, муж мой умер, я похоронила его. Потом дочь умерла. И вот что вы скажете, когда бываете на похоронах человека, который Богу не принадлежал? Какое утешение принесете? Знаете, я помню, во время еще атеизма там, я читал одну статью, и там обвинялись христиане, что они такие коварные люди. Вот у одной женщины случилась беда, ее муж трагически умер, и она осталась с детьми, и знаете что, христиане туда пришли к ней и увлекли ее в свою секту. Я так подумал, а ведь действительно мы так делаем? А почему вы, коммунисты, не пришли и не принесли утешения в семью? А чего ж вы не пришли? А почему вы не пришли, но какую-то благотворительность принести ей, помочь вдове? А почему вы не принесли ей идеологию коммунизма и не разложили, и оно бы принесло ей утешение? Я так подумал, знаете, а нечем поделиться, когда ничего не имеешь? И идеология не работает. А вот мы, христиане, действительно так делаем? И правильно делаем? Потому что, когда скорбь, когда беда, здесь апостол Павел говорит, и скорбями хвалимся, когда скорбь, тогда, а кто поможет? Только Бог. А кто может утешение принести? Только Бог. Я так подумал, знаете, мы имеем еще одно преимущество, богатое, которое Господь нам дает, это благотворительность. Когда беда, когда горе, когда скорбь, мы можем прийти туда, а когда не можем прийти, наша сестра, она передавала, молитесь, пожалуйста, за мою сестру, она там живет, в Казахстане, и она при смерти болеет. Я говорю, что мы можем делать? Молиться. А еще у нас есть преимущество прекрасное, знаете, можем, у меня есть, наверное, у каждого из нас есть верные друзья, которые остались там, в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане, в Украине, в Белоруссии. Я позвонил брату моему, говорю, брат, можешь вот по такому адресу приехать? Мы ему переслали, а он купил и привез, и посетил вдову, и слово сказал, и помолились вместе. Знаете, она, Татьяна, имеет утешение. Она говорит, я молюсь, я слово читаю, не всегда понятно, много мыслей, слушаю песни, вот христианские. Это благо, которое дал нам Господь. А вот люди этого мира, я помню, когда мы еще там работали, он говорит один, да ну, это деньги мои, мои бабки, я заработал их кровью и потом, я ни с кем не поделюсь. А детям Божьим Господь дал такое богатство. Дети Божьи, они богатые, не потому, что много имеют, а потому, что могут делиться. Когда человек говорит, это мои кровь и поти, заработанные бабки, я их никому не дам, мое. А детям Божьим Бог дал такое богатство, он говорит, а эти деньги я тебе дал. И ты их заработал, потому, что я тебе дал здоровье. И вот из этого всего десятину мне дай, а 90 пользуйся. Их благо, когда мы можем вот взять от этих денег и посмотреть вокруг, и принести и благотворительность, и Слово, которое дает веру в Бога живого, а с верой в живого Бога дает нам надежду. надежду на жизнь вечную, которая сокрыта во Христе Иисусе. И оно находится в обетованиях его. В послании к фессалоникийцам апостол Павел обращается к детям своим, к церкви, и говорит, «Не хочу вас оставить, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежду». Ибо если веруем, что Иисус Христос уверен в воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Это говорю вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до предшествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела сойдет с неба, мертвый воскрес, тут мы извинимся и так всегда с Господом будем. Это обетование, это утешение и твердая наша надежда. Мы имеем надежду, дорогие братья и сестры, что даже после самого страшного, казалось бы, смерти мы имеем жизнь вечную. И важно, что это не теория жизни, это практика. Четыре месяца назад ушла наша сестра, старшая Раиса и муж ее Борис в один день к Господу. Господь забрал. У них остались там две дочери и сын. У сына семья Андрея Бережной. Не наш Андрей Бережной, тот, они в родстве, но тот, который живет в Москве. И я слушал его проповедь, он раньше не проповедовал, знаю, он находится в церкви и его служение певческое. Он в церкви, там, где Павел, это сын Николая Андреевича Колесников. Он раньше не проповедовал, говорил проповедь, он говорил, знаете, себе свидетельство. Говорит, мы пошли посетить могилу родителей. Тут дети бегают, и шум, а потом я привез домой, говорю, жене и детям, останьтесь дома, я поеду один. Я, говорит, приехал на могилку, упал на землю, рыдал, плакал, у меня не было ни сил, отчаяние полное. А потом так думаю, говорю, я в своих слезах здесь утонул. Я вот такой, не нужен ни семье, ни церкви, ни обществу. И тогда, говорит, я получил от Бога укрепление в надежде. Я поднялся, говорит, и вот эта надежда меня окрылила, дала сил. Я обратился к Богу, подумал, что бы мой папа сказал мне, что бы мама сказала, которые достигли вечности. А я здесь вот размок и тонул. И говорит, вот это дало мне сил, окрылила меня надежда. Дорогие братья и сестры, мы имеем то, что не имеет мир. Со смертью надежда заканчивается, а у христианина мы имеем обетование, что умершие воскреснут, мы изменимся, с Господом будем. Это обещание, которое дано Богу, оно имеет силу, оно укрепляет и оно окрыляет надежда в Господа нашего Иисуса Христа и в обетование Его. Вот как важно знать Слово Божие, как важно читать его, как важно в Слове Божьем находить обетование, может быть записывать, я думаю, если записывать будем, тетрадь быстро закончится, обетование помнить в разуме, держать в сердце и этим укрепляться. Мы живем среди этого мира греховного. Скорби и нас, и болезни, и бедствия, они обходят стороной, может быть, по трем основным причинам. Первая причина, Господь допускает для нашего блага. Вторая причина, Господь нам дает по нашим заслугам, за наши ошибки, за наши согрешения, и это посев был, а теперь пожинаем. А третья, а мы-то не на небе еще, мы на земле греховной, и здесь князь мира царствует, и мы среди этого мира, среди этой, извините, слово некрасивое, проклятой земли за грех, и все болезни на ней, а мы имеем надежду, если даже и умрем, а у Господа все живы, у Него нету мертвых, это будет переход, а когда скорбим, это потому, что нам больно. мы не всегда можем более-более узнать, это мы как-то вот имели общение короткое, и сестра говорит, свекровь уже в таком состоянии, и вот, и физически вроде крепкая, а разум в тумане, иногда такой туман, и думают, зачем Господь держит, уже же она, ну, как-то усовершиться не может, хотя я знаю, наверное, для нас, чтобы мы усовершались через это. правильный ответ, мы не знаем волю Божью, но знаем одно обетование красивое, если нам высветят, это Иеремия 29.11, книга Иеремии 29.11, я думаю, вы этот стих прекрасно знаете на память, Бог говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я, когда рассуждал вот об этой теме, мне пришло вот это обетование, я думаю, Господь, Он дает нам надежду живую на будущность, на то, что этот мир не имеет, насколько мы богаты, насколько мы благословены в этой жизни. Дорогие друзья, которые с нами находятся, может быть, это дорогие для нас друзья, может, это дети наши, это внуки наши, это друзья наши. Если вы еще не примирились с Богом и вера ваша не принесла плод покаяния, у вас нет надежды. Мне горько говорит, но вы не имеете надежды на жизнь вечную. Вам нужно сделать первый шаг, поверить в Бога Создателя и в Его Сына, которого Он любя послал на эту землю, и что Христос умер за грех всякого. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это первый шаг, который необходимо сделать вам. Я помню, когда наша молодая сестренка говорит, когда вы говорили проповедь, я как-то удержался, а вот теперь после собрания хочу обратиться к вам. Дорогие друзья, может быть, и вы в том состоянии, когда вот вы удерживаетесь, сознавая разумом и сердцем, что Иисус Христос есть жертва милостивления за грех всякого человека. Примите, сегодня день прекрасный, сегодня время благоприятное, сегодня время спасения. необходимо этот шаг сделать. Быть может, кто-то последовал за Господом, а потом остановился. В одной песне есть такие прекрасные слова. Если потерял ты веру и надежду, поспеши прийти опять к Голговскому кресту. Вера начинается у креста Голговского. Надежду мы обретаем у креста Голговского, когда становимся детьми Божьими, все обетования, вся будущность, она во Христе Иисусе. И апостол Петр, он говорит о наследстве нетленном, неувядающем, хранящемся на небесах для вас возлюбленные. Это обетование. Дорогие братья и сестры, если вы во Христе Иисусе, если жизнь ваша принадлежит Богу, мы имеем прекрасную надежду, которая как крылья дает силы, которая во всех обстоятельствах жизни, даже и в скорбях, и в переживаниях, и в утратах, и в болезни, она дает надежду на жизнь вечную. И для нас прекрасное место священного, которое мне очень нравится. это первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Апостол Иоанн обращается к детям своим, говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем потомны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. А теперь первое послание 3, 3. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Иисус чист. Дорогие дети Божьи, дорогие братья и сестры, которые имеют надежду на будущность, она никогда не умрет. Даже со смертью она переходит в любовь вечную, в присутствие Бога. Вот если ты имеешь такую надежду, путь каждодневной жизни, это очищай себя до какой степени, так как Иисус чист. Это призыв Иисуса Христа, это повеление на нам. на каждый день, на каждый час жизни Твоей. Дорогие братья и сестры, что бы ни случилось, а мы богаты, у нас есть Господь. Он дал нам веру живую, Он дал нам надежду на будущность и дал любовь, которая согревает здесь нас на земле и вечно. вечно. Спасибо.